Доброго дня! Звоните и задавайте свои вопросы. Ну или готовьте свои ответы на наши сегодняшние фото-вопросы. Много сегодня розыгрышей, аж целых три. Мы разыгрываем не только пригласительные билеты в театр на разные спектакли, но и на вечер роман со всех желающих сегодня приглашаем. Совсем скоро появятся кинокадры. Я думаю, что для всех любителей и ценителей хорошего кино это задание не будет сложным. Сегодня у нас тема такая достаточно интересная. Сама себе дизайнер. Действительно, многие из девушек так или иначе сталкиваются с тем, что что-то своими руками мастерят, что-то делают, что-то как-то пробуют, шьют, вышивают, какие-то делают удивительные вещи. Но, однако, не всем хватает смелости, может быть, времени, желания или чего-то еще для того, чтобы сделать свой собственный бренд и сделать его так, чтобы он был узнаваем о ваших украшениях или какие-то другие аксессуары. Ну, действительно, жили не только в Самаре, а отправлялись далеко за пределы нашей страны. Сегодня в нашей студии будет много красоты, красивых аксессуаров, красивых девушек. Ну и, конечно же, вас тоже ждем в нашем прямом эфире. Звоните, мы будем ждать. Ну что, давайте будем представлять сейчас нашу первую гостью. Это Алена Лунева, известная больше как дизайнер. Алена Лу, дизайнер аксессуаров. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, мы сегодня говорим о том, что сама себе дизайнер, так или иначе, каждая что-то пробовала в своей жизни делать руками, шить, вышивать и так далее. Мы сегодня говорим о кладчах. Да, о кладчах, сумки маленькие. Ну, не все знают вообще, например, вообще, что такое кладч, может быть, какой-то такой ликбез. Когда он уместен нашим девушкам, женщинам носить, когда кладч можно? Ну, я делаю такие кладчи, которые можно носить, по идее, вообще везде, как в театр, так и на работу, если вы куда-то пошли навстречу или гулять. В основном в традиционном понятии кладч, конечно, носят в театр, куда-то на выход. Но обычно это маленький размер, маленькая сумочка, куда влезет только самое необходимое. А я делаю уже кладчи, которые больше, чем этот размер, поэтому они, в принципе, уместны везде. Ну, в принципе, получается, что можно и в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорят. Сама свои изделия носишь? Конечно, да, конечно. Ну, вообще, обычно, когда я придумываю какую-то модель новую, я ее сама ношу, тестю, скажем так, чтобы насколько это удобно, насколько это практично, и вообще, насколько это смотрится, как там, что вытягивается, не вытягивается, такие моменты. Понятно. То есть ты уже эксперт в каких-то определенных материалах, каких-то техниках и так далее. Вот мне хочется, чтобы сейчас наши зрители, да, вот поближе показали, здесь достаточно такие casual кладчи, я так понимаю, которые можно взять с собой, там, куда-то на экзамен, на какую-то встречу, как уже Алена сказала, сходить на ланч и так далее. Но в нашем понимании сумка, она же должна быть удобной, в нее же должно входить все, вся жизнь, еще, как говорится, бутылка молока, когда идет кто-то домой с работы в магазин. Вот как, может быть, приучить современных женщин, что все-таки кладчи, это действительно модно, действительно очень, выглядит гораздо лучше, чем огромный такой баул? Ну, как приучить, это, конечно, такой интересный вопрос, я пытаюсь это сделать, тем самым, что развиваю очень много моделей кладча, очень много различных форм. В принципе, сейчас я пришла уже к такой, ну, достаточно стандартной форме, в которую влезет, как я говорю, все самое необходимое, даже чуточку больше. Конечно, бутылка воды туда, ну, невозможно, влезет, но лучше не надо, потому что это просто неэстетично будет. Вот, а так, конечно, все самое необходимое, телефон, документы, кошелек, даже кошелек вот этот наш вытянутый тоже туда влезет. Но насчет бутылки воды и там прочего ноутбуков, там сейчас уже выходит новая линейка сумок, которые уже как сумки небольшого размера, но это уже, конечно, не кладч. То есть надо понимать все-таки, что кладч — это кладч, сумка — это сумка. Это важный очень момент, и не стоит пытаться в кладч... Втиснуть. Да, то, что туда, очевидно, не влезет. Ну, это, мне кажется, стоит записать и распечатать. Кладч — это кладч, сумка — это сумка. Алена Лу. Давайте посмотрим фотографии сейчас, которые приготовила Алена к эфиру, потому что действительно достаточно оригинальные. Я так понимаю, устраиваешь кладчем фотосессии. В руках моделей они смотрятся восхитительно. Можешь... А не есть какие-то, может быть, у них названия, какая-то удивительная серия? Или что? Как ты вообще их разделяешь? Да, мы выпускаем коллекцию кладчей. К этой коллекции, естественно, есть фотосессия. Это определенная идея, определенная концепция, под которую мы подбираем модель, подбираем естественные декорации, настроение, фотографы обычно. То есть еще так получается, что каждый раз это совсем новая команда, совсем новые люди. И это тоже очень ценно и радует, потому что это у каждого свой взгляд. То есть очень разносторонний получается. У кладчей пока что нет названий, есть только артикулы. Так, но ты работаешь над этим? Я задумывалась, я делала опросы, спрашивала, нужно ли это. Но я пришла к тому, что это не нужно, так как у меня все-таки концепция бренда — это минимализм, а названия, они все-таки продают какой-то лишний оттенок, лишнее настроение, которое не факт, что люди поймут так, как я хочу того. Название есть у коллекции, и оно отображает полностью всю ту идею, которую я вкладывала в коллекцию. Можешь назвать хотя бы парочку коллекций? Ну, например, коллекция Black Basic. Это черная коллекция. Наверное, сейчас скоро будет фото. Она олицетворяет линии графичность, лаконичность, просто исключительный минимализм. То есть там все модели из черного цвета. Вот, собственно, да, она. Это строгость, это олицетворение космоса, да, то есть космос у нас черного цвета. Есть коллекция Фрида. Это цветочная коллекция. Она не то чтобы посвящена художнице Фриде, но я как-то вдохновилась ее образом, и поэтому фотосессия была в ее стиле. То есть на модели был вот этот венок из цветов. Мы сейчас видим, кстати... Сейчас, да, это, кстати, сумка, да, из вот новой линейки, которую я планирую расширить. Это сумка-трансформер, как я называю, потому что ее можно носить как рюкзак, как сумку, как через плечо, на плечо, по-всякому, как хотите, за счет того, что там ручки открепляются особым образом. Ты сама, по-моему, с такой пришла сегодня, да? Да, да. Ну, я сама, естественно, с ней хожу, потому что я постоянно много с собой ношу, постоянно развожу всем клач, и, конечно, у своих клач в клач один я не засуну. Здорово. Скажи, пожалуйста, вот ты говорила о том, что какой-то у тебя удивительный логотип тоже присутствует на каких-то твоих изделиях. Что за логотип и чему он посвящен? Что олицетворяет, символизирует? Великая цель какая? Главный логотип бренда — это круг и треугольник. В нем с надписью «Лу». Соответственно, есть ли треугольники и на самих моделях, они тоже как привязка, то есть это фирменный знак. То есть если либо это табличка, то есть вот это «Лу», бирочка, либо это треугольник. А сам логотип означает, ну, расшифровывается так, что круг — это сфера, это совершенство. И в своем бренде я неизменно каждый день стремлюсь к совершенству, я стараюсь делать все лучше и лучше. Удобнее, качественнее, чтобы... Опять же слово «лучше» на букву «Лу». Да. Вот видишь, все лучше и лучше. На этой теме, кстати, очень многие мои заказчики пишут, что «Лу» как можно говорить, как «любовь», как сокращенное, ну, там, «любовь», «любить» и тому прочее. Это тоже очень радует, потому что я это вкладываю очень, как бы чувствуют люди. И треугольник в этом круге, он направлен вниз, это олицетворение женского начала, это олицетворение луны и притяжения к земле. И это очень отражается в бренде, потому что, по сути, у меня, ну, эко-стиль, то есть у меня только натуральные материалы, и, ну, нету синтетики, нету какого-то противоречивого, противоприродного какого-то аспекта. И я очень многое вкладываю в то, чтобы мы помнили о каких-то там природных вещах, да, о каких-то ценностях, то есть я стараюсь это развивать и как-то говорить об этом. Здорово, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира. Давайте сейчас с вами немножечко поиграем. Предлагаю взглянуть на экран. Мы загадали фильм, что за кадр вам, может быть, будет знаком, что за фильм. Звоните, получите билет на комедию, спектакль «Запах легкого загара». 12 июня, 18.00, Театр Самарская площадь. Если не смотрели, если вдруг даже так вот не посчастливилось еще поприсутствовать на этом спектакле, могу сказать, что это эксцентричная комедия, которая никого не оставляет равнодушным. Речь идет о женщине, которая в день своего рождения обнаруживает в своем доме мужчину, совершенно ей незнакомого. Что происходит дальше, я думаю, стоит увидеть, сходить посмотреть. Внимание на экран. Кадр из какого фильма мы загадали? 202-11-22, телефон прямого эфира. Я знаю, что у тебя, да, налажена обратная связь со своими покупательницами, и что ты с пустыми руками, точнее, с пустым клатчем их не отпускаешь. Что за такое бонусное у тебя предложение обычно идет и чем наполняешь? Ну, не то чтобы бонусное, я очень большое внимание упаковке уделяю. То есть, я упаковываю там, ну, было фото, в принципе, это фольга, ой, фольга-калька, с брендом, там, естественно, наклейка, ленты. И когда как? Иногда это бывает цветок. Я просто еще была флористом некоторое время и очень вдохновилась этим, очень прониклась, поэтому теперь я везде вкладываю цветы. Либо это сушеные цветы, либо это сухоцвет, либо это хлопок, который вечен. Либо это живые цветы, то есть, это маленькая такая как бутонерочка получается, она может, в принципе, простоять даже в вазе, если ее поставят, обрежут там, да. Либо еще вариант, вот мы делали в коллекции Фридова совместно с одной девочкой парфюмера, мы с ней делали духи. В колбочках вот эти, да? Ну, колбочки это было для фотосессии, мы делали маленькие флакончики, которые олицетворяли, на мой взгляд, бренд Лу, и было 13 флаконов, и 13 обладателей клатча получили этот аромат. Вот это да, то есть, кто-то ходит и вы эксклюзивно. У нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Я зовут Ольга, здравствуйте. Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы модница у нас? Нет. Не модница. Ну, есть наверняка какая-нибудь такая любимая-любимая вещь или то, что у вас много очень этого в гардеробе. Чему уделяете внимание? Сумки. Сумки. А вот что в первую очередь для вас, например, при выборе сумки самое важное? Удобство. Так, а что вот вы в это слово вкладываете? Много отделений. Понятно. Ну, я вот, например, очень неравнодушная к сумкам сетчала, такие очень квадратные, либо прямоугольные, жесткие сумки на ремешке. Вы какие больше предпочитаете? Мне вот, как вам сказать, вот на что в глаз ляжет, то я и беру. Много у вас сумок, рассказывайте? Ну, много вообще-то. Ну, и сейчас лето, и какая самая любимая, какого цвета? Ну, лето, ну, она у меня как бы постоянная такая, синего цвета. Здорово. А есть ли у вас кладчи в вашем гардеробе? Маленькие? Ну, есть один, да. Ну, надо доставать, куда-нибудь отправляться, например, на спектакль. Почему нет? Давайте выясним, получилось ли у вас отгадать, что же за фильмы загадали? У Джази только девушки. Смотрели? Да. Ну, и здорово. Отправляйтесь теперь посмотреть спектакль под названием «Запах легкого загара» в Театре Самарская площадь 12 июня в 18.00 вас приглашает. Смело идите, доставайте кладч, наряжайтесь, в конце концов, праздник, День России. Спасибо большое за звонок. Друзья, сегодня мы также разыгрываем еще пригласительные билеты на спектакли. Спектакль «Кроткая». Это удивительная, мне кажется, просто романтическая история по Федору Михайловичу Достоевскому, если кто не смотрел и хочет приобщиться к спектаклю о любви, а также и вечер романса от Владимира Самсонова, лауреата международных конкурсов, солиста Мариинского театра. Тоже будет совсем скоро задан вопрос. Алена, ну вот возвращаясь, все-таки мы выяснили, что наши женщины, они любят удобство, да, они любят что-то такое, что взял, как говорится, и пошел. Но мы сейчас говорим про концептуально абсолютно другое, что это действительно эксклюзивная вещь. А ты не считала, сколько ты кладчу уже сшила? Ты не такой, сшила записала, сшила записала. Ну, это больше сотни. Да. Больше сотни, да, уже? Да, это точно. Ну, уже два года существует бренд, и больше ста – это факт. Точно не могу сказать. Вот. Я могу сказать только, что мы отправляли просто по всей России, даже на Камчатку, на Байкал, вот этим летом отправили кладча. Владивосток, что я вообще просто в шоке. В Сочи, в Москву, в Питер. Это вообще постоянно, мне кажется, можно уже туда переезжать постоянно. Открывать магазин. Да. Вот. То есть вот этот момент. И поэтому кладча очень много. Это же сказать точно не могу. Ну, вопрос у меня такой. Получается, что кладч, он, в принципе, если его подбирать, подходит под любой наряд, под любой образ. Твой вот самый главный модный совет. Вот человек собирается куда-нибудь, вот у нас зрительница пойдет в театр, да? Что можешь посоветовать? Что посоветовать? Как подобрать кладч? Или просто взять любой твой и пойти на спектакль? Насчет любой мой, не знаю. Просто мне кажется, что кладч, он, ну, конечно, должен сочетаться по цвету. То есть не может быть, что вы будете в платье в зеленом. Хотя к зеленому поделу любой подойдет. Ну, по сути, наверное, да. Кладч, они... Универсальные. Да. Вот к этому и пришли, что они, в принципе, такой универсальный. Если только он не блестящий какой-нибудь для вечернего выхода. Да, то есть просто нужно сочетать стиль. Что если у вас минималистичный, сдержанный, то, в принципе, можно и сдержанный взять кладч. Можно и какой-то блестящий. Ну, главное знать меру. То есть это самое главное, в принципе, везде. Ну, и не если вы в бежевом платье, конечно, не брать фиолетовый кладч, наверное. Это, то есть такие обычные сочетания цветов. Это, в принципе, мне кажется, каждому дано. Понятно. Ну, а помимо вот этой большой вместительной сумки, куда влезает вся твоя жизнь, что еще может быть ты сама для себя пока экспериментируешь, изготавливаешь, но планируешь запустить в ближайшее будущее? Ой, хотелось бы одежду. Одежду? Очень хотелось бы одежду. То есть сумки я уже, ну, как бы поняла уже, я их прожила, это уже все с ними понятно. Но они останутся? Они останутся по-любому, я буду это просто дальше развивать. Но хотелось бы одежду, но пока я не знаю, как с одеждой. Тоже такая местандартная. Да, потому что очень часто, когда мы снимаем кладчи, приходится подбирать одежду, либо звать каких-то других дизайнеров, и я четко вижу, какая должна быть сейчас одежда. Иногда очень сложно найти именно то, что нужно, и я понимаю, что вот если бы я делала одежду, все было бы закончено, все было бы именно так, как нужно. Я надеюсь, что когда-нибудь так будет. Ну, здорово. Искренне тебе желаю творческих успехов. Ну, а вам, друзья, в догонку летит еще один кадр из еще одного прекрасного женского и не только фильма. Мне кажется, вы должны угадать. Если вы не смотрели этот фильм, ну, я не знаю, все девочки любого возраста должны его посмотреть. Вы получите, если отгадаете, что за фильм, что за кадр, мы загадали билет на вечер романса. Эй, емщик, гони как яру! Солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист России Владимир Самсонов. Это будет все в филармонии 18 июня в 19.00. Что за фильм, смотрим на экран, и у вас будет буквально две минутки на то, чтобы догадаться, подумать, и позвонить нам по телефону 202-11-22. С одним дизайнером аксессуаров прощаемся. Надеюсь, ненадолго. Ну, а другой уже совсем скоро у нас дизайнер появится и расскажет, чего не нужно бояться, чего не нужно бояться именно носить. Ну, а вы звоните, ждем ваших телефонных звонков. Яркие муамины тени, цветной костюм и красивая прическа. София Чебакова готова к награждению. Восьмилетняя циркачка, одна из лауреатов стипендий городского округа Самара. Несколько лет занималась танцами, но цирк увлек больше. Девочка гордится своими успехами, но и про учебу в школе не забывает. На первом месте у нас учеба, а на втором месте у нас цирковая студия. Потому что, когда я вырасту, я хочу выступать, быть артисткой. Потом подрасту немножко, стану учителем. А потом, когда уже не смогу быть учителем, я уже стану директором какой-нибудь фирмы. Мама Софии Татьяна на дочь не нарадуются. И умница, и красавица. Лауреаты стипендий от администрации Самары в течение года будут получать по 5 тысяч рублей в месяц. София сказала маме, что тратить деньги сразу они не будут. Отложат, чтобы в следующем году поехать на море. Сцена выработала в девочке ответственность, считает Татьяна Чебакова. Когда ребенок выступает, он знает, что нельзя подвести другого человека, нельзя подвести тренера. И как бы это гордость ДК нашего, нашего тренера. Это большая ответственность. Это очень хорошо. 26 ребят, преуспевших в спорте, и столько же в области культуры. Всего 52 талантливых и одаренных ребенка. Хореография, цирковое искусство, музыкальный инструмент и вокал, всевозможные виды спорта. Городская администрация оказывает всяческую поддержку и помогает развивать таланты. Это действительно гордость нашего города, гордость нашей губернии. Ведь вопросом поддержки талантливой молодежи, к этим вопросам мы обращаемся постоянно. Но это теперь и общегосударственная задача. Мало быть человеком профессиональным, оттренированным, а когда выходишь на сцену, доказывается свою конкурентность, свою способность, конкурентность способности. Когда выходишь на дотами, на гимнастический попрос, помимо таланта, помимо профессиональных умений, это всегда требуется стержень внутренней, психовыливая устойчивость. Стипендию от администрации городского округа Самара учредили в 2012 году. За это время отметили больше 200 детей от 7 до 23 лет. Каждый из них прошел тщательный отбор компетентного жюри. Ну, если говорить цитаты из известного фильма, как я все это богатство люблю и уважаю. Наверное, каждая девушка и женщина, проходя мимо какого-то магазинчика, с украшениями нет-нет, да и застынет на минутку, чтобы что-то себе приглядеть, чтобы что-то себе примерить. Ну, а так иногда бывает, приходишь в салон красоты, а там уже эта красота лежит, и можно даже не отходя, как говорится, от кассы, кассы посмотреть и что-то себе прикупить. Сама себе дизайнер, так звучит тема нашей программы. И если вдруг какими-то талантными изготовлениями удивительных аксессуаров, украшений вы не обладаете, есть у нас в Самаре очень много талантливых дизайнеров, которые сделают это за вас и украсят вашу жизнь. Об этом мы сейчас будем и говорить. Пока же напомню, что буквально пару минут назад у нас был для вас задан фото-вопрос. Наш конкурс традиционный, кинокадр называется он. Что за фильм? Очень тоже такой модный, стильный. Актриса этого в свое время была невероятной иконой стиля, да и по сей день ей остается. Что за фильм мы загадали? Звоните 202-11-22. Вечер романса, филармонии вас ждет. Надеюсь, хорошо проведете время. Ну, а богатство вот это вот было у меня в руках от нашего самарского дизайнера аксессуаров. С нами здесь Олеся Купцова. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Вот олицетворение сама. Нежности, красоты, лето. Олеся, как часто вообще приходится наряжаться? Именно наряжаться? Я наряжаюсь очень часто. И всем своим подругам и друзьям говорю, что нужно нести в свет добро, яркость. И в первую очередь наряжаться не для кого-то, потому что очень часто люди говорят, ну, некуда выйти, я буду слишком ярко. Нужно наряжаться прежде для себя, самой, чтобы чувствовать себя комфортно и прежде всего чувствовать себя женщиной. Вот очень хорошо сказала. Многие стесняются. То есть купила, например, я себе красивую фетровую шляпу зимой. Вот почему я не носила этой весной? Потому что стеснялась, думала, на меня будут себя смотреть. Как вот побороться? Как ты считаешь вот это вот стереотипное такое отношение людей к нам, к каким-то таким девчонкам, которые хотят выглядеть модно, может быть, как-то? Ну, мне кажется, прежде всего нужно любить себя и не стесняться выходить, нести в мир что-то новое, показывать, может быть, что-то даже неординарное, выделяться. Потому что зачастую, прежде всего, люди боятся выделиться из толпы. То есть, к примеру, если зима, все хотят выглядеть как-то более сдержанно, одевают черные оттенки или серые. А нужно, наоборот, быть ярче. Тут кто-то идет в салатном пуховике, да? Если нет солнца, то быть солнцем самим, светить. Здорово. Как давно ты занимаешься этими всякими рукодельными штуками, которые у тебя невероятной красоты получаются? Уже около года. Я занимаюсь уже около года, ну, то есть, продвигая это. До этого я занималась и больше отдавала это друзьям, то есть на какие-то подарки это все расходилось. А тут решила, в общем, так расшириться, да? Да. Ну, а с чего начала? Я так понимаю, что это различные техники, абсолютное исполнение тоже самое-самое разное. А с чего начинала? Первые мои колье были основаны на косах, то есть это плетение из хлопковых ниток или из шелковых, и которые потом дополнялись всевозможными бусинками или цепочками. А в дальнейшем появились натуральные камни, кулоны, и я сейчас тоже готовлю новую коллекцию, то есть все время пытаюсь как-то развиваться, следить за тенденциями, чтобы радовать своих покупателей какими-то новинками. Ну, предлагаю более детальное, более подробное рассмотрение сейчас наших аксессуаров в исполнении Олеси. Подготовила Олеси фотографии к эфиру. Я думаю, что сейчас как раз-таки вы удивитесь, потому что там такое обилие красок, там такая красота невероятная. Невероятная. Я предлагаю сейчас это посмотреть. Но прежде мне подсказывают наши режиссеры, звонок есть. Давайте выяснять. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Виктор. Виктор, очень здорово, что вы нам позвонили. Мужчина, самый главный эксперт. Виктор, на что вы обращаете прежде всего, когда видите девушку, которая проходит мимо вас? Ну, давайте, давайте. Вас никто не видит сейчас, только слышит. На внешность, конечно. На внешность. А то, во что она одета, вы обращаете? На прическу. Так. Могучь обязательно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот какое должно быть обязательно в гардеробе у девушки, вот может быть предмет, элемент, вот что должно быть обязательно у девушки? Украшение желательно, чтобы мужчина дарила, так думаю. Ленки. Здорово. Спасибо вам, но я не отпущу вас просто так. Я предлагаю посмотреть еще раз на наш кинокадр. Что за фильм мы загадали? Виктор. Ну, хорошо, мы вам засчитаем это за правильный ответ. Это Одри Хэбберн. Действительно, «Римские каникулы», я думала, никто не отгадает, но это фильм «Завтрак у Тиффани». Вам браво, отправляйтесь на вечер романсов в филармонию. Ну, вот мужчина в возрасте нам позвонил, сказал, что все-таки украшения для девушки – это главное. Видимо, что все-таки, друзья мои, летом стоит тоже себя украшать. Ну, так возвращаясь к Олетинам фотографиям, пожалуйста, предлагаю их посмотреть. У тебя очень красивое оформление. Ты сама этим занимаешься или кого-то приглашаешь? Да, я занимаюсь всем сама. От начала, как я все время говорю, от первой ниточки до последней камушки фотографии, до составления фотографии, все делаю, сама получаю от этого безумное… Фото, как из журнала, получается. Да, очень безумное удовольствие получаю. Я просто во время творчества, мне кажется, где-то в параллельной вселенной нахожусь. И мне очень нравится, то есть подбирать какие-то цветы, какие-то ленточки, чтобы это все гармонично смотрелось. Скажи, твое колье путешествовало в Париж? Да, на самом деле, мои колье представлены не только в России, но их заказывают также и во Франции, в Германии. То есть девушки со всего мира уважают мое творчество. Сколько весит такое колье? Плетенное еще и с камушками. Когда доставала Олеся их из своей сумочки, чтобы к эфиру разложить, мне показалось, что оно очень такой объемное, массивное, но взяла в руки легонькое. Да, на самом деле, они очень легкие, там порядка 100 грамм они весят, несмотря на то, что они массивные, но они никак не будут отяжелять вашу шею, никакого дискомфорта не будут приносить приноски. Ну, кому ты уже, может быть, подарила своих друзей? Кто-то, может быть, у тебя стал постоянным клиентом? Есть такие барышни? Да, есть много постоянных клиентов, не только среди моих друзей, и они постоянно следят за тем, что я делаю за моим творчеством, приобретают новинки, и все очень довольны. Особенно на лето сейчас очень много ярких аксессуаров, которые поддерживают... Гранатовый не браслет, но колье. Это гранатинки какие-то, или это просто какие-то камушки? Это перламутр, морской перламутр обработанный, и я использую еще там чешское стекло, оно добавляет такой очень интересный блеск в каждое колье. Ну, достаточно это дерзко и как бы так эксцентрично кисти, да, вот эти кисти. Что, может быть, можешь ты посоветовать, с чем сочетать? Это же понятно, что самостоятельный выходит аксессуар, который нельзя переборщить, чтобы что-то там было в нем еще дополнено. Кисти, я так понимаю, сейчас действительно тренд какой-то и в одежде, и в аксессуарах. Что можешь про кисти вот именно сказать? Ну, например, если мы будем рассматривать украшение с единичной кистью, это называется украшение сатуар. Оно пришло к нам с 20-х годов прошлого века, когда были очень модные платья с заниженной талией. Можно я вот такую вот одну возьму, друзья мои? Посмотрите на меня, оно такое вот достаточно длинное. И я, в принципе, на какое-нибудь свое вот это белое платье, ну, не на это конкретно, но вот на закрытое, я так понимаю, да, вверх могу надеть. Как оно называется еще раз? Сетуар. Сетуар. Привет из прошлого. А как ты к ним пришла, как вышла на них? Меня очень вдохновила Coco Chanel. Она очень любила эти аксессуары. Вы можете увидеть на многих ее фотографиях, так, что она дополняет свой образ с жемчужными ожерельями, которые очень часто свисают или с плеч, или доходят до уровня талии. Это как раз и есть сетуары. А также я восхищаюсь и очень люблю фильм «Великий Гэтсби», где тоже очень много подобных украшений, которые женщины... Эпохи, да? Да, и, соответственно, все это вдохновило меня на создание этих украшений. Ну, вот в руках у меня сейчас появится еще одно украшение, я достану. Это уже более такое нарядное праздничное. Посоветуй. Вот на белом фоне очень хорошо видно, с чем можно носить такую, ну, действительно праздничную штуку. Как она называется? Это колье тоже, да? Это, да, просто колье. Это уже не шатуар. Аксессуар, на самом деле, все объемные колье, их очень часто, как мы уже говорили сегодня, стесняются. Стесняются, согласны. Но на самом деле, если соблюдать несколько очень простых правил, то вы не будете выглядеть ярко или как-то вызывающе. Во-первых, аксессуар должен быть, если он яркий, он должен быть один. То есть вы выбираете, к примеру, или это или колье, или серьги. И чем ярче и чем объемнее ваш аксессуар, тем спокойнее должна быть ваша одежда. То есть не нужно добавлять туда какие-то дополнительные... Ну, некоторые очень любят. Если уж колье, то обязательно кольцо, браслет и серьги того же цвета. Ну, на самом деле... Я надела все лучше сразу. На самом деле, это кто как... Если вы себя так чувствуете комфортно в этом, то почему бы и нет? Ну, а все-таки, если придерживаться модных тенденций, то мы должны сделать акцент именно на колье, чтобы показать его людям во всей красе. И чтобы не было никаких дополнительных отвлечений от него. А также не нужно брать в комплекты украшения, потому что они тоже отягощают наше лицо. Ну, да. То есть лучше сделать один акцент и спокойно идти. И не думать уже, что кто-то на тебя смотрит и говорит, что это она тут на себя все сразу нацепила. У нас есть еще для вас, друзья, розыгрыш. Я уже говорила об этом. Вновь приглашаю вас в Театр Самарская площадь. Спектакль «Кроткое». Это уже 14 июня, 18.00. Еще один кадр из фильма придется вам угадать. Но тут уже игра противоречий. Спектакль «Кроткое» и этот фильм. Что за фильм, если вы узнали? Звоните. 202-11-22. Желаю удачи. Вот, если говорить о наших зрителях, мужчина позвонил, говорит, что лучшее украшение это как раз какие-то аксессуары именно на девушке. Ну, камни, драгоценные, неважно. Как часто к тебе мужчины обращаются, заказывая для своих прекрасных дам что-нибудь? Бывало такое, что мальчики говорят, помоги, Олеся, день рождения у девушки? Было несколько случаев. Это было перед 8 марта, когда ко мне на самом деле обращались молодые люди для того, чтобы сделать подарок своей второй половинке. И на самом деле хочу сказать, что мужчины, они более ответственно подходят к этому. Почему ты так решила, с чего взяла? Ну, потому что они сначала выбирают одно, потом что-то думают, передумывают, говорят, нет, мы хотим вот другого цвета. Было очень интересно поработать. Но в итоге, как по обратной связи, очень понравилось, отписались, что были очень удивлены, потому что очень мало кто из молодых людей именно обратится к девушке, кто делает украшения своими руками. Это что-то необычное. Ну, это всегда. Во-первых, она будет обладательницей эксклюзивной вещи. Эксклюзивной вещи. Так она еще и его оценит. Мм, какой молодец, к какому хорошему дизайнеру обратился. Так что все в плюс, все в зачет. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Сергей. Сергей, очень приятно. Мужчина, нам дозвонился. Сергей. Ну, вам тоже вопрос, как и Виктору. На что обращаете внимание, когда девушка проходит мимо? На формы. Ага. Ну, а если, как говорится, на этих формах что-то такое красивое надето, важно ли вам платье, может быть, аксессуары или каблуки? Платье, юбка. Ну, то есть девушка должна быть девушкой? Да, конечно. Понятно. Ну, а если не секрет, разыгрываем вот мы билеты на спектакль. С кем пойдете? С женой. Отлично. Ну, я предлагаю тогда сейчас посмотреть на кадр из фильма и выяснить, знаете ли вы этот фильм или нет. Это актеры Раммау Мути, Ганди Абьян Чайлтана, Алкаши и Сапчева. Конечно, смотрели этот фильм. Да. Ну, здорово. Вот такие сегодня у нас молодцы мужчины. Позвонили, выиграли пригласительный билет. В частности, вот наш зритель сейчас выиграл спектакль, посетит кроткое по Достоевскому спектакль о любви. Спасибо вам большое, что сегодня нам звонили. Это действительно здорово. Ну, а если немножечко так вот режимировать, скажи, пожалуйста, вот у тебя проехали какие-нибудь, может быть, показы, выставки, вот где, например, можно как-то увидеть твои украшения? Сотрудничаешь ли ты с какими-то дизайнерами? Я сотрудничаю со многими магазинами в Самаре, с дизайнерами, с салонами красоты. Не только у нас в Самаре, но и в России, по всей России представлены мои работы. То есть, в принципе, как бы получается, что охват достаточно большой. Да. А вот тут колье, которое было из Парижа, как говорится, это ты сама ездила или кто-то? Да, эту фотографию сделала я сама, но также вот один в один такое же колье заказала девушка из Парижа. То есть я отправляла ей, будучи в Германию, этот аксессуар. А ты как-то обратную связь со своими покупателями держишь? Они тебя отсылают? Да, конечно. Они присылают фотографии в колье, пишут отзывы, то, что очень им нравится, то, что они довольны. Очень часто бывает, что подруги смотрят и заказывают, то есть так же, через, получается, моих клиентов, которые у меня заказали. Вот такой вопрос. Я уже вот нашему первому дизайнеру Алене задавала. Мы выяснили, что она собирается одежду начать шить. У тебя есть какой-то момент, может быть, мысли, что ты, ага, будешь делать аксессуары, но, например, чем-то другим еще будешь заниматься? Мне тоже очень нравится направление одежды, но тоже еще пока не пришла к этому. То есть пока я буду продолжать заниматься аксессуарами и развиваться именно в этой теме, потому что нельзя обхватить очень много интересных моделей, которые еще хочется сделать, пробовать сделать. Поэтому пока я буду совершенствоваться именно в этой области, а потом посмотрим, может быть, тоже можно будет заняться производством своей одежды. Вот это да. То есть, получается, будет и одежда, и аксессуары, и, глядишь, еще на что-нибудь замахнетесь. Вот такие они, самарские дизайнеры. Скажи, пожалуйста, вот если вдруг так случится, допустим, что ты вообще забросишь свою работу, например, перестанешь делать аксессуары и так далее, будешь ли ты, например, я не знаю, у каких-то других дизайнеров это выкупать, или все-таки у тебя какое-то такое свое, сама могу, не буду никогда. Есть ли у тебя какие-то аксессуары от других дизайнеров? Ну, на самом деле, давно, я думаю, пока я еще училась. Конечно, да, я приобретала какие-то украшения, мне это безумно нравилось, но сейчас, пока я ношу только свои украшения. Я все свое ношу с собой. Правильно. Ну, а если, допустим, мы вот говорим о молодых девушках, женщина среднего возраста и, допустим, старшего уже возраста, что ты им можешь посоветовать из своих работ? Какие, может быть, советы модные дать? Ну, если женщина постарше, то, конечно, бы я хотела обратить внимание на кулоны, то есть это все украшения, которые будут вытягивать, то есть подчеркивать ваш силуэт. Более объемные я бы посоветовала девушкам помоложе, потому что они более-таки агрессивные, яркие. Также женщина постарше я бы могла предложить украшения из натуральных камней, которые также подчеркнуты. Благородных камней. Женственность, их красоту. Также на повседневные я делаю очень, вот как вы видели на фотографии, с порежем это воротнички, которые можно носить, как говорится, и в пир, и в мир, то есть их спокойно можно сочетать с белой рубашкой, и прийти в офис, потом пойти на какое-то мероприятие вечером. То есть они универсальные. Ну вот здорово. За эту универсальность, неповторимость, и вообще действительно невероятный эксклюзив. Благодарим Олесю. Спасибо большое, что пришла, выкрасила наш эфир. Но вам, дорогие друзья, искренне мои пожелания хорошего настроения, хорошей недели. Ну и, конечно же, не бойтесь быть яркими, для чего еще лето нужно. Экспериментируйте и наслаждайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова